Здравствуйте! Это Акцент дня, я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем самые актуальные события. Сегодня говорим о том, что стоит за массовыми обысками у высокопоставленных чиновников и олигархов на Украине. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Накануне на Украине прошли обыски у действующих и отставных высокопоставленных чиновников и олигархов. Как заявил глава СБУ Василий Малюк, ведомство отрабатывает предателей, агентов иностранных спецслужб и коррупционеров и ведет борьбу с внутренним врагом. Что на самом деле происходит в киевской власти и вокруг нее, обсудим с экспертом. На связи со студией политический обзреватель издания Украина.РУ Владимир Сачков. Владимир, добрый день! Здравствуйте! Ну, вот эти действия украинских силовиков подаются под лозунгом достижения высшей социальной справедливости и необходимости реорганизации системы власти в условиях войны. О какой справедливости идет речь и при чем тут война? Война тут имеет прямое и непосредственное значение. Она непосредственно влияет на действия украинской власти по заказу ее внешних кураторов. Как известно, в Украине анонсировано весеннее контрнаступление, под которое из Запада гонят оружие. И, следовательно, чтобы принять это оружие и правильно ее воспользовать, Украина должна быть избавлена от любых внутренних распроек и любых споров. Она должна быть монолитным кулаком, который должен ударить по России и повергнуть, так сказать, путинский мордор, обратить его в бегство, вспять с украинских земель. И вот для этого Западу нужна отмобилизованная абсолютно единая монолитная Украина во главе с его фюрером. И это, собственно, дело из Украины. А эти расприи внутри украинской элиты есть? Конечно, конечно. Все дело в том, что и абсолютно компрадорский неонацистский режим Владимира Зеленского, он вступает в естественное противоречие с частью олигархического бизнеса Украины. Вот те украинские олигархи, крупные собственники, именуемые олигархами, они ведь владеют какой-то частью собственности. Энергетическими предприятиями, металлургическими предприятиями, на которые уже накинут глазок западных, собственно говоря, спонсоров. Но ведь эти олигархи, собственно, и привели Зеленского к власти, то есть он сейчас убирает тех, кто сделал его президентом. Это само собой, это само собой, потому что Зеленский пересел с внутренней поддержки, с внутренних источников подпитки собственной власти и собственного политического величия на внешние источники. Его просто юзают те, которые, собственно говоря, юзают всю Украину и олицетворением которой он является. А вот собственники, которые приводили Зеленского к власти в виде некого арбитра между ними, некого человека, который должен был бы их защищать, они мешают Западу. Просто тупо мешают уничтожить остатки ненужной украинской промышленности или не дают эти остатки промышленности как-то приспособить под западные нужды, сделать их частичками транснациональных корпораций. И поэтому под видом борьбы с коррупцией, под видом деолигархизации во имя социальной справедливости, якобы уравнения между бедными и богатыми, уничтожения людей, которые грабили украинский народ, проводится просто вот такая спецоперация. По мобилизации Украины и по устранению любых источников. Выгодно это Зеленскому, потому что, с одной стороны, они, конечно же, убирают потенциальные очаги беспокойства и угроз его единоличной власти. Это однозначно. Плюс они, естественно, ослабляют и так называемые межклановые противоречия между Донецкими и Днепропетровскими. Ведь, по большому счету, с отставкой замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко, который являлся крышей Днепропетровцев, то есть клана, негласным руководителем которого является Игорь Коломойский, они лишены крыши, так сказать, на самом высоком киевском уровне. Теперь на очереди остался Ренат Леонидович Ахметов, как бывший, не просто самый богатый человек Украины, но еще и король Донбасса, ну, в кавычках, естественно. Ну, вчера было множество обысков в государственных учреждениях, ну, конечно, резонанс вызвал обыск в доме у Коломойского. Не секрет, что у Соединенных Штатов есть серьезные претензии к нему. А может ли Коломойский быть экстрадирован в Соединенные Штаты? Я думаю, что да. По слухам, которые не имеют подтверждения, но, тем не менее, они косвенно подтверждаются заявлениями главы СБУ Малюка, что его паспорт украинский уже, собственно говоря, ликвидирован. Он гражданству официально не решен, но лишен паспорта. А поскольку у него есть другие паспорта, но оттуда, даже из Израиля, Коломойский может быть экстрадирован в Соединенные Штаты, то, в общем-то, Украина оставалась последней защитой, последней оплотом, последним лежбищем. Теперь и это лежбище, если будет уничтожено, то его, конечно же, экстрадируют в Соединенные Штаты. Его ждет судьба бывшего премьера Павла Лазаренко. Я думаю, что да. Я думаю, что да. Единственное, его окончательно обезжирят. Ведь что сделали с Павлом Лазаренко? Он попал в Соединенные Штаты миллиардером, а за 10 лет мытарств и работы американской юридической системы он стал миллионером, потому что все остальные деньги были выдаены официальным путем на адвокатов, которые выдавивали гонорары из Лазаренко, платили суперналоги и таким образом сами немножечко получили и в бюджет американский были перекачаны лазаренковские миллиарды. Та же самая картина, скорее всего, ожидает и Коломойского, потому что это он сейчас заявил, что он уже не миллиардер, что он страшно потерял на войне, на том, на сём. А где деньги ЗИН, которые он переводил все 25 лет, когда он олигаршил в Украине? Вот они где-то там. Вот для того, чтобы их изъять спокойно в обмен на свободу, ему нацепят номерочек на ногу и будут гонять по какой-нибудь квартире в Соединенных Штатах, чтобы он тратился на адвокатов. Это вполне легальная и абсолютно законная, абсолютно отработанная схема в Соединенных Штатах. Она ждует не только украинцев, многих наркобаронов, многих проворовавшихся латиноамериканских политиков. Так выдаивали до копеечки. Просто загоняли и потом говорили, либо ты сейчас сядешь и тебя в тюрьме уконтропутят, либо ты имитируешь юридическую защиту и перекачиваешь деньги в американский бюджет. Или и законность соблюдена, и деньги выдавлены, и человек нейтрализован. Дешево и сердито, и прибыльно. Еще один резонансный такой фигурант вчерашних обысков, бывший глава МВД Арсен Аваков, ему якобы вменяют то, что во Франции были закуплены вот эти бракованные вертолеты, в результате которых погиб нынешний, ну уже, да, царство небесное, глава МВД. Больше претензий к Авакову нет, ведь он тоже один из творцов, будем так называть, успеха Зеленского. Ну, что значит нет ни у претензий. Вчера же была абсолютно обезглавлена таможня. Та таможня, которая контролирует все потоки контрабаса, любого, от оружейного до наркотического, и все трафики, которые идут незаконно через Украину и через украинскую границу, они контролировались таможней. А главным на таможне всегда называли, и при жизни, и одним из источников могущества его финансово называли, Арсена Авакова. И то, что он ушел, ну, он ушел на покой. Ну, шляпа-то его висела в таможне. И теперь его просто-напросто убрали его окончательно людей, ну, и его подергали за вымя, чтобы он, собственно говоря, не сопротивлялся. И таможня, мощная, дойная корова, приносящая вот такое долларовое молоко незаконно, она тоже перешла под контроль Офиса Президента. Или тех, кто руководит Офисом Президента. Это или Андрей Ермак, или Андрей Ермак просто набалдашник над рукой, которая отсасывает эти деньги, отбирает. Трудно сказать. Но за Аваковым тоже, кроме политического подтекста, Аваков мог бы на эти деньги нанять какие-нибудь пиар-структуры, нанять какую-то партию или какое-то движение, которое могло бы противостоять слугам народа, например, Россию этого года на парламентских выборах. А в следующем году уже с Зеленским повторить феномен самого Зеленского, когда люди бы голосовали против Зеленского и за кого-то. Вот Аваков мог бы подсунуть такую очередную политическую куклу-фантом. Или это мог сделать не только Аваков, это мог бы сделать тот же Коломойский, это мог бы сделать Ринат Ахметов, это мог бы сделать конгломерат олигархов, это мог бы сделать, например, Ассоциация городов Украины, где мэры, которые недовольны сейчас самого правственного центра, тоже могли бы выдвинуть какую-то консолидированную кандидатуру. Это, конечно, не мэр Киева Виталий Клычко, но кто-то другой. Вот чтобы эти люди не вякали, их и сейчас загоняют под шконку. И будут дальше загонять. Мне кажется, что это только начало процесса. Ну, а Малюка на следующей неделе, Василия Малюка, утвердят полновесным главой Службы безопасности Украины, а этот человек, это мясник, он доведет свое дело до конца. Это некий Гиммлер или, я не знаю, Мюллер, если брать гитлеровские аналогии, вот в рейхе Зеленского. Это человек-палач. Ну, то есть, вот если возвращаться к возможным точкам, которые противостоят Зеленскому, вчерашние обыски у исполняющей обязанности главы налоговой службы Киева Оксаны Датей, это не удар по Кличко? Это и удар, может быть, это косвенный удар по Кличко. Все, что происходит в Киеве, так или иначе контролируется Виталием Кличко. Ну, смешно бы видеть, чтобы человек, чтобы по украинским традициям человек-хозяин что-то допускал, чтобы мимо его рта носили какую-то ложечку в совсем другое отверстие. Такого, конечно же, не бывает. И поэтому первое предупреждение политическим оппонентам это обрезание их экономических возможностей. Это все абсолютно нормально, абсолютно логично и абсолютно технологично. Если вы хотите лишить человека его амбиции, обрежьте ему кошелек, вы потрошите его. И тогда останется только голая риторика, которую в Украине все слушают, но очень хотят, чтобы за это прослушивание кто-то платил деньги. Владимир, ну вот много претензий к высшему руководителю Министерства обороны, там и хищение, и поставка некачественной продукции, и так далее. Резникова пока не трогают, но вот ходят слухи, и депутат Рады Гончаренко сказал, что, возможно, Резников уйдет с поста министра обороны, ну, займет там пост министра юстиции. Такой вариант развития возможен? В условиях войны, как они это считают? Конечно, возможен. Ну, по большому счету, существуют линии раскола и напряженности, вот когда искрит, и между Офисом Президента и силовым блоком, во всяком случае, вооруженными силами Украины. Например, между главнокомандующим Валерием Залужным. Ему уже создали противорез командующий с сухопутными войсками Александр Сырский. Но, видимо, этого мало. И для того, чтобы максимально напрямую подчинить Офису Президента вооруженной силы, уберут, например, такую раздражающую прокладку, как Резников, министра обороны. Его куда-то переместят. То есть, я повторю, это убирание лишних прокладок, лишних институциональных блоков, которые замедляют прохождение команды от кураторов к Зеленскому и к Зеленскому войска. Возможно, это действительно усиление вооруженных сил Украины и их фронтмена Валерия Залужного для замены Зеленского. Такой тоже вариант может. Я говорю, Украине, поскольку там из нее нужен кулак, варианты могут быть любые. Но вести они будут к одному. Чтобы, если контрнаступление состоится, если война перейдет в новую фазу, если будут оправданы эти танки, ракеты, я не знаю, истребители и что-то, то Украина должна действовать абсолютно бесперебольно. Это плевать всем, что Украина пойдет на убой со своим пушечным мясом и расходным материалом рядовыми украинцами. Это же никого не волнует. Главное, чтобы это, если кулак этот был, то был такой настоящий кулак. И грохнуть в последний раз, или предпоследний раз, или просто начать стучать, стучать, стучать. Если эти процессы были неизбежны, и этого требовал куратор, то интересный вопрос, почему именно сейчас? Ну ничего не делается же просто так. Может быть, в преддверии саммита Украины и ЕС, когда Шмыгель говорит, мы там через два года в ЕС зайдем, Зеленский хочет показать, что мы тут навоим порядок. Ну может быть, конечно же. Ведь поводом для этих всех политических телодвижений являются две вещи. Деолигархизация, наведение социального порядка и борьба с коррупцией. Эти же люди, кроме всего прочего, обвинены в коррупционных схемах, в казнократстве, в нецелевом использовании каких-то денег, в отмывании денег, в крышевании мутных, серых, темных и прочих схемах, которые как бы неприемлемы, не подходят под стандарты и критерии ЕС и НАТО, ну ЕС, скорее всего. Вот поэтому под этим благородным, благовидным делом и мостится дорога в ад. Вот эти те благие намерения, которыми вымощена любая дорога в преисподнюю. Это вот тот самый вариант. Звучит красиво, пахнет плохо, а по сути просто ад. В завершении у меня вот действительно такой несколько наивный вопрос. А насколько неожиданно это было для фигурантов вот этих обысков, задержаний, арестов и так далее, вот эта неблагодарность Зеленского или в политике не может быть благодарности никакой? Да может быть в политике благодарность, но не в Украине. А вот эти люди, ну с одной стороны, им некуда деваться. Я вот, например, тот же самый Коломойский. Он под угрозой экстрадиции даже в Израиле, откуда, как известно, как из дона казаков, так и из Израиля евреев, выдачи никуда нет. Но он так надоел всем и так является таким магнитным и токсичным парнем, что его даже Израиль готов выдать. Вот он сидел и надеялся, что вот он, собственно говоря, будет держаться и прятаться за спиной Зеленского. Но, видимо, истончились его и компроматы, и связи, и надежды на благодарность. Зеленский ради своей власти готов сдать любого. И он уже самостоятельная в этом плане фигура. У него уже все есть рычаги, возможности, и, конечно же, крыша. Крыша заказчик. Владимир, спасибо большое. Напоминаю, у нас на связи был политический обзреватель издания Украина.ру Владимир Скачко. Это программа «Акцент дня». Смотрите нас ежедневно на канале «Справедливая Россия». И всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова